Танцующие краски, облака и ветер Для России это достаточно новое искусство сейчас, но на самом деле оно очень древнее. Оно пришло к нам с Востока и родоначальником считается Турция, потому что именно в Турции Эбру получила свое развитие. У Эбру есть перевод, я сейчас точно не помню, переводится как «вода» и вроде как «душа». То есть мы с помощью рисунка на воде переносим свое настроение и свою душу. По профессии Анны дизайнер, однако девушка уверена, познать Эбру может любой, даже не имея художественного образования. Научиться АЗАМ необычной техники можно за несколько дней, однако чтобы стать профессионалом, нужно много тренироваться и постоянно совершенствоваться. Я познакомилась с Эбру полтора года назад. Я просто вначале видела картинку в Инстаграме и начала гуглить, искать, где же у нас в Чебоксарах можно этому научиться. Ну как оказалось, что в Чебоксарах еще не появилось, еще никто не знает об этом. Я нашла в близких городах Нижний Новгород и Казань обучение. Выбрала Казань, там как раз на тот момент проводился фестиваль этого турецкого искусства. Приезжали мастера с Турции, я туда отправилась, поехала учиться. И первую базу Эбру навыков рисования я получила именно в Казани. Суть технологии заключается в том, что вначале изображение создается красками на водной глади, затем его можно переносить на другие поверхности – бумагу и ткань, дерево и стекло или керамику. Для рисования на воде вам понадобятся специальные краски, инструменты и емкость. Кстати, вода для Эбру готовится специально. Вода у нас необычная, она заранее загущенная, она представляет из себя что-то в виде киселя, и поэтому наши краски на ней не тонут. Краски у нас тоже необычные, они состоят из пигмента. Есть натуральные краски, которыми мы с вами сейчас будем работать, а есть на акриловой основе. Они состоят из пигмента, смешанный с бычьей желчью, и благодаря этой бычьей желчи краски на поверхности воды не смешиваются. Эбру безгранична и неповторима, не бывает двух одинаковых рисунков. Каждый раз получается новое сочетание цветов и форм. Даже мастер не знает, как будут танцевать краски на воде в каждой новой работе. Кстати, у самых частых движений красок есть свои названия – шаль, соловья, прилив и отлив, цветок, фейерверк. Сейчас мы поработаем с шилом. Вот такие вот интересные движения. С помощью них мы получим фон, который называется «переливы и отливы». Но лично у меня с этим ассоциация что-то в виде перышек. И для своих учеников я обычно говорю, рисуем фон перышка. Они меня понимают, сразу берут шилы и делают такой рисунок. И чтобы научиться Эбру, достаточно иметь на столе у себя краску, кисточки, инструменты, потому что это искусство абстрактное. И что бы вы ни нарисовали, в любом случае будет красиво, и это будет уникально и оригинально. Как снимается оттиск. Кладем листочек, начиная с серединки, и как только мы видим, что серединка промчилась, опускаем края. Считаем примерно до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. И уже вот с помощью шила утягиваем за кончик. Отжимаем аккуратненько бумагу об край лодочка. И получаем вот такой вот яркий, интересный рисунок. То есть уже на бумаге краски в несколько раз ярче. Движение красок предугадать очень сложно, особенно новичкам. Но наблюдать за их своевольным перемещением затягивает. Эбру своеобразная медитация. Это гармония движения и цвета. Это непредсказуемость жизни, терпение и красота. Впрочем, слушать об Эбру недостаточно. Нужно самому стать участником процесса. Тогда магия искусства рисования по воде станет для вас реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова